Вот, отчасти мы сейчас это проверим. С нами Альбина Николаевна Руднева, заместитель руководителя Красноярск-Стата. Статистика, как известно, знает всё, по крайней мере, даёт нам понимание всех процессов в цифрах. И вот мы сегодня говорим о том, когда же идеально вступать в брак. Что по этому поводу говорит статистика? Ну, нет идеальных там каких-то, но вот есть жизненные показатели. Вот какие они в Красноярском крае для того, чтобы нам, ну не знаю, коррелировать с остальной Россией? Ну, хотелось бы отметить, что в 2020 году у нас зарегистрировано 16195 браков. И это меньше, чем по сравнению с 2019 годом, да, на 20%. Ну и разводов было тоже на 11% меньше. Поэтому это связано с мерами, которые были в связи с COVID-19. Но хотелось бы отметить положительную динамику. У нас за 7 месяцев текущего года зарегистрировано 10852 брака, что на 29% больше. Естественно, мы будем ждать улучшения демографической ситуации в следующем году в связи с такой регистрацией брака количеством. Поэтому если рассмотреть за последние годы, то можно сказать за длительной динамики, то у нас, конечно, в среднем вступали в брак возрастной категории 20-24 года. Это как женихи, так и невесты, как мы говорим. То есть изменилась тенденция от молодых возрастов к среднему возрасту, как мы говорим, вступление в брак. То есть раньше, если в возрастной категории 18-24 года вступали 48% мужчин, и в возрастной категории старше 35 лет вступали 20% всего. А сейчас, в 2020 году, в возрастной категории старше 35 лет вступали в брак уже 35%, а в возрастной категории 20-24 всего 16%. А среди невест тоже такая же тенденция наметилась. Если более половины девочек возрастной категории 20-24 года вступали, 57% женщин вступали в брак, и уже старше 35 лет только 16%, то сейчас, в 2020 году, эта тенденция изменилась как в возрастной категории 20-24, так и старше 35 лет. Это практически 29% той и другой категории вступают в брак. А вот тут такой нюанс, Альбина Николаевна, смотрите, мы вот говорим про первые браки или про вторые, поскольку вот этот возраст, о котором мы говорим, он все-таки характерен, наверное, для вторых попыток. Есть вот какие-то данные на этот счет? Нет, но у нас тенденция за последние 5 лет уменьшилась число лиц, которые впервые вступают в брак, как среди мужчин, так и среди женщин. Среди мужчин эта тенденция наметилась с 69 до 63%, а среди женщин с 67 до 63%, то есть впервые, которые вступили в брак, их меньше стало. Ну, у нас перепись 50-го года дала такую брачную структуру интересную населения, что состояли в браке в зарегистрированном и не зарегистрированном 57% жителей нашего края. Кстати, около 20% у нас состояли в свободном брачном союзе. Если посмотреть, те, кто вообще никогда не состоял в браке, то это более 20%, а мужчин почти 25% никогда не состояли в браке, женщин 17%, вдовы чуть больше 10% и разошедшиеся и разведенные тоже больше 10%. Да, у нас спасибо. Есть прямой звонок, давайте зритель до нас дозвонился. Мы сегодня на примере зрителей разбираемся в вот эти истории. Ольга, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Я вышла замуж в 20 лет, считаю, что для женщин это нормально. А моему мужу было почти 26 лет почти, 27 уже было. 27 лет разница у вас, да? Нет, у нас, ой, подождите, 26 лет почти было мужу, потому что у нас на 5,5 лет разница. На 5,5. То есть муж был постарше и уже созрел для женили. Да. Я считаю, что, ну как-то, все равно мужчина должен быть маленько постарше. Ну как, у женщины мы уже, у нас понятие все равно больше, чем у мужчины. Мужчина уже вот, уже созрел, я считаю, что когда уже постарше. И вот мы с мужем прожили уже будет в сентябре, 23-й, у нас уже будет 38 лет на местной жизни. Я считаю, что у нас прекрасный брат, прекрасные дети. У нас сын и дочь, и оба, ну, как в семейном браке, ну, вот. А они когда вот вступили в отношения? Дети у нас очень рано поженились. Ну, дочь, я считаю, что нормально, так же в 20 лет замуж вышла, а сын в 20 лет женился. Так это у вас семейное, короче, понятно. Нет, сын, я считаю, что очень рано женился. Ну, помогаете, да, сыну? Первый брак все равно распал. Сыну-то помогаете же, раз он рано женился? Ну, чем можно, всегда помогаем сыну и дочь. Ну, это ж родительский крест, нам его нести. Спасибо вам большое, спасибо большое. Альбина Николаевна, а какие еще интересные моменты, вот, статистике удалось выяснить относительно вот брачных отношений? Есть какие-то нюансы, которые вот заслуживают внимания? Ой, могу сказать, что в брачном отношении любви все возрасты покорна. Если рассмотреть тенденцию за последние 5 лет, то у нас 540 мужчин ежегодно практически вступают в брак в возрастной категории 80 и старше лет. 80 и старше? Да, да. Зачем? А бы я ей просто... А женщина только одна вот за 7 месяцев вступила в брак, и то ее поклонник на 10 лет ее манажет. Ага, то есть мужчины с возрастом понимают, что без женщин-то им никуда. Ну, хочется хоть так, заботы и ласки, как говорится. Альбина Николаевна, большое спасибо. Спасибо вам большое. Продолжайте вести наблюдение. Ну, у нас увеличивается средний возраст мамы, 28,5 лет. Как мы уже говорили, что она хочет действительно состояться в жизни, закончить учебу материально. Пожать для себя, так они об этом говорят. Ну, многие браки, как сказать, мы не знаем причину, почему они распадаются. Это или любовь прошла, как говорят многие, или, может быть, не сошлись характерами, часто говорят. Или один из супругов не могут иметь детей. Это тоже как фактор. Да, потому что супружеские пары, которые вступают в брак по обследованиям, более 11% не могут иметь детей. И это тоже является... Это грустно. Ой, слушайте, как все сложно. Да, спасибо вам большое. Не просто, да. Мы прервемся на блог полезной информации и сразу же вернемся в студию.